Антошка, я потрясающе умею тратить деньги. И более того, в купальнике я смотрюсь красивее. Привет, друзья! Это Орел и Решка. И мы прилетели перезагружать солнечный курорт Доминиканской республики. Стоп, стоп, стоп. Я подготовилась. Именно в Доминиканскую республику прилетел Христофор Колумб в 1492 году. И именно с Доминиканской республики началось открытие Америки. Браво профессора Ивлеева! Только не забывай, что самые умные, они обычно самые бедные. Это я тебе как знающий человек говорю. Понятно? Ну вот ты продолжишь эту традицию и дальше, Антошка. Бедный и умный. Давай подбрасывай монетку. Да сейчас. Сейчас эти руки-базуки подбросят эту монетку и посмотрим, кто будет богатый, кто бедный. Орел! Решка! Ола Доминикана! Раз, два, три! Смерай свои ботанические очки! Давай! Попопопопопопопопопопопо! Доминиканская республика – это рай для глаз. Бальзам на душу. Кажется, все самое красивое в мире соединилось в этой стране. Здесь море голубое, как мечта. А джунгли зеленые, как изумруд. Здесь можно проплыть мимо парящих скал, увидеть космос под землей и даже одним глазком заглянуть в ад. Доминикана удивительна тем, что, выходя из аэропорта, тут уже безумно красиво. Поэтому и понтоваться нужно красиво. И я выбрала красивую, страстную, невероятную, необузданную талостью без крыши машинку, такую же, как я. Эта необычная машинка называется «Слинкшот», что переводится как «рогатта», потому что у нее сзади одно колесо, а спереди два. На рынке всего ГОТА уже безумно популярна. Впрочем, как и я. Ну что, погнали? Своё перезагрузочное путешествие в Доминикане мы решили начать с города-курорта Пунта-Кана. Ты только сходишь с самолета, как уже попадаешь в туристическую кутерьму. Гремят яркие чемоданы, зазывают мулаты, люди грузятся в трансперные автобусы. Это у нас Доминикана считается дорогим курортом, куда цены стартуют от двух тысяч долларов. Канадцам и американцам такие путевки обходятся всего в 500 баксов. Поэтому они приезжают сюда пачками, только успевать трамбовать их в автобусы и развозить по отелям. А вот туристу без путевки нужно искать маршрутку для местных. Что он сказал? Будете ехать в Пунта-Кану, выучите пару ходовых фраз на испанском. Местные ни бельмеса по-английски не понимают. Учите испанский, я вас прошу, не повторяйте моих ошибок. Отдых очень нервный начинается. Окей, поехали куда-нибудь, куда-то доедем. Поехали. Вот ты приезжаешь в Доминиканскую республику на другой конец света. Думаешь, ну все, сейчас здесь будет культура, элиточка, все, маршрутки, автобусы. И что ты видишь? Кондиционирование прямого потока. Чисто водитель газели. Вот ему поставь, значит, сюда деревянные такие поддоны для мелочи и три иконочки на торпеду. Все, не отличить. Даже деньги он держит. Видите как? Как типичный маршруточник. Классика. Передайте, пожалуйста. Вокруг одни местные. Из туристов только я. Пунта-Кана супер туристический город, поэтому местным ничего не остается здесь, как только работать. Это Педро, официант. А это Хуанита, горничная. А Мария, массажист в спа-центре. Все они едут на работу. А я купаться и загорать. Слинкшот супер мощная, супер быстрая, супер маневренная. И абсолютно непрактичная тачка. Твой копчик чиркает по каждому лежачему полицейскому. Эта машинка настолько низенькая и кочки чувствуются очень хорошо. Ветер треплет волосы, как тузик-тряпку и никуда не спрячешься от солнца. Невероятно жарко. Это просто какая-то маленькая баня на колесах. Потому что нет кондиционера, сиденья невероятно нагреваются, сбежать некуда и солнце сжигает так, что просто хочется кожу себя стянуть и нырнуть в ледяной бассейн. Я уже не знаю, куда деваться. Полное ощущение такой прям курортной-курортной страны. Доминикана, привет! Как же вокруг красиво! Ярко светит солнце, по обочинам дороги выстроились пальмы, дома просто утопают в зелени. Но это все закуска. Главный деликатес Доминиканы – это, конечно же, море. О нем лучше не говорить, просто смотрите, слушайте и наслаждайтесь. Такой все видят Доминикану на буклетах. А центр города, куда привозят маршрутка, на рекламных открытках не печатают. Здесь провода бьют по голове. И заборы, заборы, заборы. Друзья, Пунта Кана – это город-забор. Вот это вот центральная улица, одна сторона которой полностью состоит из стены. За этой стеной виллы, гольф-поля и, конечно, отели, отели, отели. Очень много отелей. Я громче. Вот она, друзья, вот она центральная площадь города Пунта Кана. Здесь все как на нормальной центральной площади туристического города. Ночной клуб, пара пальмочек, какие-то фастфуды, батут без людей. А, ну еще памятник человеку, который внес значительный вклад в развитие Пунта Каны. Человек-паук. Так, моим глазам срочно нужна красивая картинка. Где тут ближайший пляж? Самый известный пляж Пунта Каны – Бавара-бич. В тени этих пальм прячут самые дорогие отели курорта. Парселло, Парадисус, Принцесс, Маджистик и другие. Пляж просто кишит богачами. Нужно срочно разбавить их чопорную компанию. Сердце, по-моему, сейчас не выдержит такой красоты. А знаете, в чем самый кайф? Самый кайф в том, что все это море, солнце, этот пляж, это все, понимаете, это все общее. Ха-ха-ха! Привет, Дамикана! Пальмы, пальмы! Солнце! Зашло, ну и пофиг с ним. Круто! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как для человека, который пришел на пляж бесплатно – это райское место. Но давайте посмотрим на него глазами туриста, который отвалил за это кучу денег. Из-за кораллового рифа здесь кругом водоросли. В лазурной воде. На белоснежном песке. Их так много, что чистильщики не успевают все убирать. Море мутят катера и моторные лодки. Над головой шныряют пеликаны и парашюты. А девушка уже полчаса не может найти место для идеального селфи. Эх, хорошо, что я за этот базар-вокзал не заплатил ни доллара. На пляже я всегда успею поваляться. А сейчас самое время посмотреть достопримечательности Пунта-Ханы. Первое место, куда нужно съездить – заповедник Манки-ленд. Манки-ленд – это участок леса, который оградили забором и запустили туда стаю маленьких обезьянок Саймири. И стали пускать туристов за 75 долларов. Саймири называют беличьими обезьянками. Эти маленькие глазастики очень общительные. За это их так любят туристы. Привет, это тебе. Ой, господи, господи, какие молодости мои колеси. У меня аж мурашки по коже, ребята, я не могу. Ну вот попой поворачиваться к зрителям не особенно красиво. Красиво. Что ж, осталось только надеяться, что на голову мне не упадет какая-то куличка. А, это овощи. Вот эти вот милые, просто любезные обезьянки, они местные. А однажды сюда их завезла пара канадских ученых. Потом они стали здесь плодиться, размножаться и живут себе припеваючи. Среди всех приматов у Саймири самый большой мозг в соотношении с размером тела. Видно, что у них очень огромный мозг, потому что посмотрите, какая продолговатая башочка пушистенькая такая. Но ученые говорят, что в нем нет извилин. Ну что, на обезьянок мы посмотрели, пришло время и самим стать обезьянками. По всей территории парка натянуты тросы длиной 60, 100 и даже 700 метров, по которым можно спуститься, как тарзан. Тарзан! Угу! Как тарзан! Наци hокку реакции! Угуа! Угу! Аха! Ура! 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 Не, ну все это здорово, конечно. Но ты покупался раз, покупался два, позагорал, опять покупался. И что? Что дальше? Не, ну им, конечно, хорошо. Они в отеле. Надоело загорать и купаться? Пошел себе в номер, потом массаж делал, в спа сходил, опять пришел, позагорал, пошел поел. Дааа. Слушайте, а что, если попробовать проникнуть в один из самых дорогих отелей Доминикады? Итак, для начала избавляемся от аксессуара бедности. Друг, прости и прощай. Берем в долг у кого-то из отдыхающих отельное полотенце. Я верну, честно. И коктейльчик, для храбрости. Вешаем полотенце на руку, чтобы никто не увидел, что вы без отельного браслета. Вот такого, как у этого богатея. И уверенно вперед. Пойдем, Сань. Пойдем. Для маскировки оператор с камерой остался на пляже, а я начал снимать на телефон. Так что простите за качество. Пляжную охрану я уже прошел. И пока полотенце на левой руке, где должен быть браслет, работает, никто ничего не видит. Отель, конечно, шикарный. Я думаю, что самое главное вести себя естественно, раскрепощенно. Вот я нашел ресторан. Теперь главное попасть в святая святых. На шведский стол. Вот девочка на входе даже ничего не сказала. Просто поздоровалась и все. Так что полотенце работает. Капец, сколько здесь еды. Возьму себе оливьешечки, мидий, немного нутового салата и филе тунца. Рыбный стейк попробую. Огурчиков парочку. И брокколи для цвета. А еще риса с овощами, парочку куриных ножек и индюшиного мяска. А фрукты? Как я мог забыть? Побольше возьму, сладенький. И кофеечек запобахаю. Ребят, этот способ работает на сто процентов. Посмотрите, какое обедище у меня. Капец, как вкусно. Ребят, ну это нереально. Все, это на самом деле бесплатно. Эй, у тебя есть браслет? Нельзя здесь находиться. Я видел сегодня одного парня, забрала полиция. Ты должен уйти отсюда прямо сейчас. Саня, Саня, уходим. Нас палили. Я, получается, хотел вам рассказать лайфхак, а рассказал все наоборот. Я рассказал вам, как не нужно делать. Это я еще очень хорошо отделался. За такие нарушения мог бы загреметь в полицию на трое суток. Саша, пойдем. В Пунта-Кане богатый путешественник может испытать на себе самый опасный вид дайвинга – дайвинг в пещере. Если вы присмотритесь чуть-чуть дальше, вы увидите щель, которая тянется 300 метров в длину и глубиной 14 метров. Примерно так. Короче, вот туда и будем нырять. Но, если честно, мне немножко страшно, потому что это вам не в прозрачный океан с рыбками и кораллами. Ну что, погнали? А блин, я же переодеться забыла. Погнали? Все, Настюшка дайвер. Господи, за что мне все это мучение? Это же не сексуально. Хотя… Я родился просто. А подбородок должен быть вот так вот, а? Я пошла погружаться. Сейчас будет очень интересная экскурсия. Я буду смотреть на пещеру, там плавать и там это… ну мы снимать будем это все. Но шутки в сторону. Пещерный дайвинг отличается от обычного тем, что все дублируется. В том числе и баллоны с воздухом. Потому что ты погружаешься в замкнутое пространство и при любом удобном случае всплыть не можешь. Поэтому тебе нужен огромный запас воздуха. Поехали. Поехали. Это настолько опасно, что на входе пишут не лезь без подготовки, иначе ты труп. Без сертификата дайвера сюда погружаться строго запрещено. Эта пещера – ад для клоустрофоба. Тут ты одновременно и под водой, и под землей. Проходы такие узкие, что в любой момент можешь зацепиться за сталагмин и распороть себе брюхо. Здесь везде протянуты веревки, чтобы не заблудиться. И первым всегда идет инструктор. В общем, одно неверное движение и пиши пропало. Когда паника прошла и восстановилось дыхание, можно рассмотреть, какая неземная красота тебя окружает. Это же открытый космос! Ты паришь в невесомости, а в лицо тебе летит звездная пыль. Это так здорово! Это вообще ни на что не похоже. У тебя просто какая-то невероятная эмоция счастья, восторга сочетается с эмоцией такой опасности и страха. Я каждый раз думала, что я могу баллонами задеть эти вот куски пещеры, которые торчат, вот эти острые. Или вообще, не знаю, уйти на дно. Ну то есть реально очень стремно, но красота невероятная. Так, пора бы перекусить. И так как я сейчас нахожусь на острове, который со всех сторон окружен водой, то хотелось бы ответить каких-нибудь дивных морепродуктов, которые по идее здесь должны быть очень дешевыми. Я надеюсь. Нет ни рыбы, ни морепродуктов. Это не рыбный ресторан. Вы не найдете нигде рыбного ресторана. Нигде не найдете. Можете попробовать. Ну ничего, я думаю, на этом ресторане свет клин не сошелся. Рыба? Саринда, у нас есть рыба? Секундочку. Нет рыбы. Есть картошка фри. Нет. Есть курица. Я не верю, я не верю, что на этом острове нельзя найти кафе, в котором можно поесть дешевых морепродуктов. Сделаю ход конем. Пойду в квартал с кафешками. Там уж точно рыбка клюнет. Это какой-то трэш. Туристы со всего мира едут в Доминикану, чтобы набить кузо лобстерами и устрицами. А в местных кафешках морепродуктов просто нет. Ну все, последняя попытка. Пьяная курица тушеная в пиве, жареная курица, куриные крылышки, конечно, как же без них. Куриная грудка, гуляш из говядины, ну его не хватало только. Копченая свиная отбивная, санкоча, не знаю. Да лаааадно. Рыба? Рыба? Фиш? Поздравляю! Фиш! Наконец-то! Это очень странно. Оказалось, ничего странного. Просто доминиканцы очень ленивые. Им лень просыпаться в 5 утра и тулить на рыбалку. Им проще отрубить голову курицы, которая бегает прямо под ногами. Но я уже настроился на рыбку. Так что принесите-ка мне свежие рыбешки. Традиционные бобы. Очень жидкие. Гора риса. Просто огромная. Такой джамалунгма риса, знаете. И нечто похожее на рыбу. Ну, по запаху рыба. Попробуем-с. Годная, вкусная рыбка с овощами. Ребята, за 5 долларов это просто гора еды. Гора. Я не всем все это. Разве что муки мне помогут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда в кармане золотая карта, можно увидеть гораздо больше, чем одну курортную деревушку. Все просто. Отдаешь 7 тысяч долларов, берешь личный вертолет и Доминикана у твоих ног. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Плюс этого вертолета в том, что посмотрите, какие здесь огромные панорамные стекла. И создается впечатление видимости, ну, на 360 градусов. Видно? Все! Обалденно! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На вертолете я отправляюсь в самый красивый уголок Доминиканы – провинцию Бараона. Там пустынные первобытные пляжи и чистейшее лазурное море. Там скалы парят над водой. Там нет толп туристов, как в Пунта-Кане. Там тишина, спокойствие и райское наслаждение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так и пролежал бы на пляже весь день, если бы не узнал, что сегодня вечером на центральном бульваре Пунта-Кане намечается какая-то грандиозная тусовка. Ооо, жирно! Карнавал! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это доминиканский карнавал. Родственник венецианского, бразильского в Рио-де-Жанейро и карнавала Марди-Граб в Новом Орлеане. В нем смешались традиции испанских колонизаторов, танцы завезенных африканских рабов и орнаменты карибских индейцев. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Открывают парад главные герои торжества – хромые черти, которые упали с небес. Их задача – запугивать людей своими огромными масками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующими выходят дьяволы со свиными лицами. Они бьют хлыстами по асфальту и трясут бычьими мочевыми пузырями. Тот, кто получит им по голове, будет счастлив целый год. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дальше выходят самые смешные персонажи карнавала. Мужчины, переодетые в женщин, с накладными формами и накрашенными губами. Ну а дальше кто на что гораст. Выступают театральные кружки, танцевальные коллективы, торговые марки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть и те, кто просто захотел выпендриться. Вот вам и человек-пивная банка, и женщины-рыбы, и парни-фантомасы. Костюмы настолько крутые, что все это представление напоминает как минимум фэшн-вик. В общем, сумасшедший веселый калейдоскоп. На самом интересном месте. Я вот только разогрелся, только вот… И вот все. Почему? Скажите, почему заканчивается так быстро? Душа же требует праздника, ну? Когда карнавал заканчивается, люди сами становятся карнавалом и начинают свое шествие. Ну и я вместе с ними. К этому городу должен герой. У-ху! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оказалось, местный пацанчик решил так проучить меня за то, что я приставал к его девушке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока Антон пытался наладить контакты с местными, вертолет привез меня в мой отель. Ну, номер такой интересный, симпатичный, и кроватка такая большая, такая мягкая, такая манящая. Друзьяшки, а давайте я вам завтра про номер все подробненько расскажу, а сейчас пойду в душ. И спать. Когда на город опускается ночь, карнавал перерастает в городскую дискотеку. Эй, карнавал! О, маска, чувак, смотри! Карнавал продолжает! У-у-у-у-у! Время! Гребота! Гребота! Таш, ну что происходит? Состой! Состой! Пожалуйста, это я! Что происходит, ребята? Пожалуйста, пожалуйста! Пожалуйста, пожалуйста! Яр! Яр, позвоните! Звони, Зомини, я! Запаковали Пухина! Прямо сейчас запаковали, блин, вообще непонятно чего, понимаешь? Яр! 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 己 Ничего, в машине зайти все равно нельзя уже. Поснимали карнавал. Буэнос диас. На вас поступила жалоба от местных. Вы нарушили общественный порядок. Это первое предупреждение, поэтому ночи в полиции вам достаточно. Снимите с него наручники. Если еще раз такое повторится – трое суток ареста или депортация. Держите ваши вещи, документы и чтобы больше такого не было. Все привыкли, что день богача начинается с сытного завтрака. Но у меня есть идея получше. В моем отеле есть самая необычная спа в Доминикане. Здесь массажный стол ставят прямо в тропическом лесу посреди горной речушки. Шум горной реки, ну и вообще, в принципе, воды напоминает человеку времена, когда он был в утробе матери. И от этого он успокаивался, его нервная система приходит в равновесие и он чувствует себя в полной безопасности. Массажист растирает тело целебной пастой из карибских трав, цитрусовых и меда. Надеюсь, у Антона такое же доброе утро. Надо рассмотреть на ситуацию с положительной стороны. Я таки неплохо сэкономил на проживании. Первый день в Доминикане я провел так, что в кармане осталось много денег. Поэтому сегодня можно шикануть. Взять себе на прокат машину! Оказалось, что Доминиканская Республика – это просто рай для бюджетного автомобилиста. Во-первых, машину здесь можно арендовать в районах 50 долларов, но здесь можно еще и поторговаться. А во-вторых, что самое главное, для того, чтобы взять машину, здесь не нужна карта. Она нужна ни для оплаты, ни для залога. Достаточно просто иметь при себе документы. У нас много машин, много марок от 50 долларов. Лучшая цена для тебя – 2000 песо за машину. Нет, 40 долларов – это лучшая цена. Договорились. Я думал, что мне дадут вот такую вот маленькую малышку. А посмотрите, что мне сейчас подгоняют. Новенький – Hyundai Sonata. Можно я тебя обниму? Дорогой друг, ты уже друг у меня. Мамочка, да тут, ребята, кожа. Гидроусилитель, а самое главное – музычка. Ой, у меня такое чувство забытое, как будто я с золотой картой. Ну что, время сделать врум-врум. Сегодняшний день в Доминикане обещает быть захватывающим. Для начала я отправлюсь в национальный парк Харагуа. Там увижу самые райские места Доминиканы. После этого сразу же перенесусь в ад. В самую нищую, самую опасную страну Америки – Гаити. Надеюсь, это путешествие не станет для меня последним. У нас с моей серебристой красавицей Hyundai на сегодня тоже куча планов. Мы едем на север страны в национальный парк Лос Айтисес, чтобы увидеть совсем другую картинку. Лос Айтисес – это тихие бухты и необитаемые острова. Мангровые заросли и пещеры. Всю эту красоту можно посмотреть, если взять себе лодочный тур. Это прямо какой-то лав-бот у меня получается. Корабль любви, посмотрите. Ну, поплыли. Первое чудо национального парка – мангровый лес. Слушайте, какая красота. Мангровые деревья уникальны. Совсем не похожи на наши дубы или клёны. Их корни больше напоминают ходули. С помощью этих ног мангровые деревья могут дышать даже в соленой морской воде. Пока Птушкин любовался корнями деревьев, я приехала в национальный парк Харагуа. Здесь за 60 долларов можно устроить эксклюзивный тур в самое нетронутое место Доминиканы. Продолжаю вас знакомить с нераскрученными достопримечательностями Доминиканы. И, кстати, сейчас мы направляемся в одну из них под названием Бухта Орлов. Дорога до Бухты Орлов – это отдельная достопримечательность. Гляньте, какое море! А какие скалы! Место удивительное. Скалы так как-то странно расположены, что создается впечатление, как будто они парят над водой. Вода настолько стащила нижний слой этой скалы, что кажется, что она висит в воздухе. Нереально. Просто нереально. Природа – это лучший дизайнер. Бухта Орлов – это, наверное, самый дикий пляж Доминиканы. И как же он не похож на раскрученные пляжи Пунта-Канэ? Только вдумайтесь, ребята, на идеальнейшем пляже длиною почти 15 километров нет ни одного человека. Вот такая вот она бухта Орлов. Кстати, Орлов здесь тоже нет. Есть только гордые орлицы. В программу моего тура за 10 баксов входит посещение пещеры Куэва де ла Линеа. Это необычное место. Еще до того, как сюда попали европейцы, в ней индейские шаманы проводили свои ритуалы. Все стены пещеры покрыты рисунками индейских божеств. Это настенная живопись, которую оставили после себя индейцы около 600 лет назад. Краска была сделана из трех основных ингредиентов. Первое – это коренья мангровых деревьев. Второе – это жир кита. И третье, самое интересное, секретный ингредиент – это экскременты летучих мишей, которые обитают в этой пещере. Ну так как краска продержалась 600 лет, кто бы мог подумать, что экскременты кажутся такими прочными. Кипарские звездочки. Ой-ой-ой-ой. Посмотрите. Ух, какое колющее. Ребята, чтобы вы понимали, это самая настоящая морская звезда. Но, к сожалению, больше 5 секунд их нельзя держать на поверхности, поэтому отпускаем. Животное, пускай живет, радует. Дальше. Ой, по-моему, она меня испугалась. На обратном пути в Пунта-Кану я решил посетить еще одно место. Мекку всех инстаграмеров – гору Ридондо. Аж туда придется пешком пилить. Есть, конечно, автобус, который возят на гору за 20 долларов. Значит, придется пешком. Да, тяжеловато, конечно. Но зато там такие виды красивые. Полтора часа под горку и ты на месте. Не понял. Это что за детская площадка? Ааа, вот чем здесь секрет. Вот так это выглядит с одного ракурса, а вот так это выглядит с другого ракурса. Гора Ридондо как типичная любительница селфи. В жизни ничего особенного, но под нужным ракурсом просто красотка. Когда богатым туристам надоедает нежица на пляжах Доминиканы, им хочется адреналина. Тогда они берут себе экстремальный тур, поездку в Гаити. Объясняю. На одном острове с Доминиканской республикой есть страна-соседка – Гаити. И если Доминикана – остров везения, Гаити – остров невезения. Это самая нищая страна Америки и самая опасная страна для туристов в мире. Ураганы, землетрясения, эпидемии, постоянные государственные перевороты. Вот что такое Гаити. В общем, за 300 долларов тут могут провести экскурсию в ад. Что-то я уже не уверена, что все это мне нужно, хотя с другой стороны все-таки хочется пощекотать себе нервишки. Увидеть эту обратную сторону рая. Просто так дикарем ехать в Гаити опасно. Нужно обязательно договориться с агентством, которое организует вооруженную охрану. Максим, здравствуйте. Это Анастасия, сумасшедшая туристка, которая хочет пощекотать себе нервишки и побывать в Гаити. Да, конечно, мы это можем организовать. Надеюсь, вы представляете, что поездка на Гаити может быть очень опасной и непредсказуемой. Да, я слышала, что это может быть опасно. Я организую для вас встречу. Вас будут встречать мужчины в зеленой рубашке. Я уже переживала, что он будет один. Для начала нужно оформить все необходимые документы и договориться с вооруженной охраной. Несколько метров и ты в Гаитианской деревне Анс-а-Питер. А вот и она, главная достопримечательность Гаити. Как, не видите? Да вот же она, нищета. Гаити – это не экономический кризис, это абсолютно стабильное состояние, в котором живет местное население. А это 80 процентов. Блин, это просто жесть. Улицы – это просто проходы между свалками. Магазины – коробки из ржавого железа. Дома – какие-то шалаши из тряпок и палок. Единственное приличное здание – это церковь. Вот, пожалуйста, друзья, местное развлечение, как развлекаются детки. Это вам не всякие наши технологии, приставки, игрушки. Кстати, видно, что сделано все своими руками. Три палочки и веселимся, как можем. Так же получилось, что на одном острове две такие разные страны. Как назло, гаитянскую сторону острова чаще треплют ураганы и землетрясения. Но больше всего гаити убивают сами гаитянцы. Тут было столько восстаний, революций, переворотов, что уже и не сосчитать. Двести лет на этой земле не было порядка. Отсюда и бедность. Скажем честно, эта гаитянская деревня на самом деле еще не сам ад, а его прихожая. Ну, всего лишь бедная страна. Зачем все эти понты, вся эта охрана, оружие? У вооруженные охранники это так, чтоб сбить деньги с перепуганного туриста. Но как только от меня отошла охрана, налетели голодные гаитянские дети. Они что-то от меня хотят. Все. Боже мой, все, ребята, у меня больше ничего нет. Все, у меня больше ничего нет. Все, надо валить, это просто уже становится опасно. Просто шесть, друзья, я такого еще нигде не видела. Они реально не то чтобы мне готовы были руки оторвать, они друг друга готовы перебить ради хоть какой-то копеечки. Гаити для богатых туристов – это как холодный душ. После поездки сюда они еще больше ценят свой отдых на доминиканской стороне острова, свой ол инклюзив и уже не так воротят нос от водорослей на пляже. Хорошие мои, традиции не меняются. Вот сто долларов, вот бутылочка. Я уверена, что вы с умом потратите этот клад. Бутылку в Доминикане ищите в центре Пунте-Канэ, встаньте спиной к ночному клубу Коко Бонго и двигайтесь 150 метров до пустыря. Там, под самым большим деревом, в листве, и прячется наша бутылка. Доминикана, она прям как Робин Гуд. Богачей раздевает до нитки, а бедным отдает все самое лучшее бесплатно. Это все общее! Если попал сюда, нужно не упустить шанс и накупаться в этом море. Боже, какая колючая! Насмотреться на эту природу. Природа – это лучший дизайнер. Нагуляться на этих праздниках? Главное – не злопотребить ее радушием. Плес, плес, плес! Плес, плес! Плес, плес, плес! Ну что, привет! Привет! Как ты, беднота? Это я беднота? Кто? Послушай, во-первых, эта беднота во всей Доминикане ездила на классной машинке. А во-вторых, Насюш, я был в таких местах, сделал такие фоточки, что у меня лайков в инстаграме будет больше, чем у тебя. Понятно? А все потому, что я нашел, ну, очень бюджетный хостел, максимально бюджетный. Так что я был почти по-богатому. В отличие от тебя, потому что ты как-то по-богатому не выглядишь, Настя, какая-то ты немножко уставшая, даже помятая. Ты прав, потому что я сейчас была в таком месте, оно даже не удивительно, потому что мне было жарко, мне было стремно и вообще, если честно, я хочу в души же и поскорее все это с себя смыть. И у нас самолет. Да, друзья, поэтому все увидишь в программе, мы побежали. Мы полетели перезагружать в следующий город. Да. А еще, слушай, меня такой чефир, ребята, из хостела научили варить, прям, ну, очень крутой, вкусный-вкусный. А что за хостел-то вообще было? Ну, такой, очень эксклюзивный, прям, никого вот в Решке, никто в таком хостеле не был. Да? Да. У тебя, кстати, друзей с условными сроками не было.